Приветствую вас! То, что я увидел, можно, в принципе, подразделить на такие несколько частей, несколько моментов, которые мне кажутся довольно важными, довольно смачиваемыми. Вот, исходя из того, что вы написали. Ну, во-первых, во-первых, аудиогрессия – это не принятие себя. Ваш ребенок не принимает себя таким, как он есть. Ваш ребенок боится ошибок. Точнее, если быть точным, он боится даже не ошибок, а тем, что им недовольны. То есть для него недовольство им – предмет для проявления аутоагрессии. И, да, сейчас он играет в игру психологическую, которая называется ударменом. То есть он, возможно, специально выводит вас на негативные эмоции, специально провоцирует вас на то, чтобы вы проявили себя как-то, как ему нужно, для того, чтобы получить от вас то отношение, которого он хочет. Почему он хочет этого отношения? Почему он верит этому отношению больше, чем, допустим, хорошему отношению? Вопрос немножечко другой. То есть мне не кажется это вот, знаете, прям чем-то важным здесь вот на данный момент. Важно сейчас просто понять, что, например, когда вы повышаете голос, когда вы кричите и кричите на него, он получает то, что ему необходимо. То есть он получает вот то самое отношение, которое ему нужно. То самое отношение, которое для него важно. Второе. То, что я увидел, это, значит, некие правила. То есть вы следуете ряду правил. Вы чувствуете, что вы такой человек, у которого есть очень много каких-то вот именно правил, каких-то установок, каких-то моментов. Вот. И мне кажется, что ребенок очень болезненно реагирует на то, когда эти правила нарушаются. То есть ему, ну, просто больно, больно. Просто вот неприятно. Он, как бы, хочет специально какие-то правила нарушать для того, чтобы почувствовать себя, ну вот, опять-таки, плохим. Да? Вот. И мне кажется, что вот эти правила, если я прав, они, конечно, больше вредят, чем дают какую-то пользу вам. Ну, потому что. Потому что. Ребенок вот с таким отношением к себе, он скорее нуждается в том, чтобы правил гораздо-таки было поменьше. Вот. А у меня есть такое ощущение, что этих правил много и, хоть вы о них не говорите, но негласный ребенок понимает, что вы достаточно строго. Негласный ребенок понимает, что вы достаточно строго. Значит, следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это деньги. Вы говорите о том, что, значит, за хорошие оценки ребенок получает деньги. Плюс, вы говорите о том, что ребенок подтянулся там по оценкам. Вот. То есть, здесь идет связка оценки. Вот вы ближе к концу текста пишите, что вам оценки не важны, не важны общие знания. Но, знаете, для человека, которому важны общие знания, вы слишком много, на мой взгляд, говорите про оценки. То есть, у вас, там, подтянулся с оценок на оценку, ну, с двоек, там, до, там, четырех-пятерок. То есть, с четверок-пятерок, да, по-английскому, там, тоже, как-то, вот, он подтянулся, говорите вы. То есть, это все свидетельствует о том, что вам это важно. Вот. И ребенок, он, вероятно, это чувствует. Он чувствует, что вам важно. То есть, это невероятно, на самом деле. Это так и есть. Это так и есть. Ребенок действительно чувствует, что вам важно. И реагирует соответственно. Деньги – это вознаграждение. Вознаграждение вот такого плана – это все же больше условное принятие ребенка. не безусловное, а условное принятие ребенка, что, на мой взгляд, не является чем-то позитивным вообще. На мой взгляд, этот момент позитивным не может быть, в принципе. Вот. То есть, я понимаю, что вы благодаря этому хотите, чтобы он подтянулся по оценкам, но, как показывает практика, денежный подход и подобная самостоятельность, он не всегда полезный. То есть, самостоятельность полезный, но немножко в другом контексте, немножко в другом ключе. И этот ключ заключается в чувственности, в эмоциональности. То есть, я увидел в вашем тексте, вот прямо почувствовал, как вы с ребенком стараетесь разговаривать. Ну, может быть, так текст передает вашу мысль, я не говорю, что это обязательно правда. Но мне очень показалось, сильно, очень сильно показалось, что вы прямо вот разговариваетесь с человеком, значит, исключительно вот стараетесь интеллектуально, спокойно. То есть, вот прямо вот у вас такой момент. И очень мало делитесь с ним своими чувствами. Не позволяете себе с ним быть слабой. Не демонстрируете ему то, что вам, ну не знаю, может быть плохо и так далее. Еще раз повторю, я не претендую сейчас на истину. Я не говорю, что это обязательно так. Это то, что мне кажется, то, что мне видится по вашему тексту. Вот. То есть, гораздо лучше, если вы на оценки реагируете, допустим, на плохие оценки реагируете именно эмоциями. То есть, просто эмоционально проявляете себя. Говорите, что вот, например, например, говорите, что вот я там уверен, что ты способен там, допустим, на большее. Я уверен, что ты там можешь лучше. И вы проявляете свое, эм, ну, как бы расстройство, грусть, грусть. Да, как, как бы, то есть, вот, ребенок видит, ребенок чувствует, что вы грустите. И это нормально. То есть, это нормально переживать за, за ребенка. Понимаете? Вот. А так, получается, просто, что, ну, деньги, несмотря на то, вы говорите, что вы его не балуете, да, вот, а, как бы, деньги здесь создают некую искусственность. Вот, также мне почему-то вот показалось, что именно баловать ребёнка может быть и следует, то есть спонтанно что-то для него делать, спонтанно, вот, и так далее. Значит, следующий момент, который я хотел бы озвучить, да, это момент отца. То есть понятно, что ребёнок ассоциирует себя с отцом, и понятно, что ребёнок видит, как вы относитесь к его отцу. То есть у вас на его отца всё равно осталась обида, то есть вы даже пишите, что это папаша, что это папаша там психопат и прочее, да. Хотя психопатия это, в общем-то, такое достаточно серьёзное заболевание психическое, которое нужно диагностировать и, соответственно, лечить. Вот, ну и в целом, папаша, вот, папаша, это, в общем-то, такое обесценивающее, унижающее определение. И ребёнок не может не, как бы, не принимать на себя это. То есть он видит, как им его отец был, он видит, как вы относитесь к его отцу, и он не может не бояться, что он будет таким же. И он не хочет, он боится, что вы однажды посчитаете его таким же плохим, как, допустим, отца, да. То есть такой, ну, он такой же плохой, как отец. И он боится, и отсюда его, соответственно, извинения. Причём, я так думаю, что ему именно важно, ему именно важно вывести вас на какие-то эмоции, чтобы убедиться, чтобы убедиться в том, что он может вымолить у вас прощения. Чтобы, чтобы вы ему просто, вот, подоказали, показали предметно, что вы его любите, что всё хорошо и так далее. Иначе он начинает сомневаться в этом. Потом он просто начинает думать, что вот ничего не происходит, а вы, типа, там, про себя вот что-то думаете, и хуже к нему относитесь. Вот. То есть, по сути, его вот эти вот фразы о том, что я плохой, они больше про то, что меня приняли, я хочу любви, я хочу, там, понимания, принятия и так далее. Вот. Ну, по крайней мере, так это видится мне. Дальше. Значит, вот вы пишите, значит, поддержать, обнять, поцеловать. Немножко не то. Именно важно показать, показать слабость свою ему. И дать ему понять, что он нужен вам. Вы пишите, пишите, я стараюсь разговаривать как со взрослым. Это хорошо, но важна степень. Значит, так, предупреждаю о любых действиях. Это излишнее правило. То есть, ну, излишнее количество правил. В данном случае мешает, скорее. Ага, значит, неожиданность, это хорошо. Научает человека реагировать поспонтанно. То есть, вы лишаете его спонтанности. Значит, опять же, подталкиваете к планированию, подталкиваете к каким-то шаблонам, через которые он будет, например, защищаться. Вот. Ну, и одновременно, я уже сказал, да, отвечаете ребёнка умению реагировать на, значит, свои, именно, чувства. Вот. Вот. Очень много интеллектуальной, очень много интеллектуального аспекта в отношении с ним. Дальше. Значит, вы говорите, что у вас есть любимый мужчина. Но, понимаете, какая штука? Я не ощутил, что у вас есть любимый мужчина. В том смысле, что вы говорите, что он неплохо лазит с вашим мужчиной любимым. Но при этом я не чувствую, чтобы он как-то вот участвовал в воспитании ребёнка, чтобы он участвовал как-то в его становлении, чтобы он как-то помогал ему, чтобы он как-то выступал для него, не знаю, может быть, каким-нибудь премьером. Да. Вот. То есть, этого всего я ничего не вижу. Просто-напросто. И мне кажется, мне кажется, что это тоже очень важный момент. У вас мальчик, понимаете, и как бы мужчины, возможно, ему не хватает. Более, как я понял, вы говорите, что у него вот есть одноклассники, да, с которыми не получается. То есть, там, вот монстр это одноклассник. Почему вы решили, что монстр это одноклассник? Мой монстр это отец. Так что, судя по тому, что вы описываете, больше подходит на роль монстра именно отец. Потому что отец выступает основным источником всех ваших бед и несчастья, всех ваших проблем. Вот. Чувство вины у ребенка есть, связано оно с ожиданиями, которые, вероятно, закладывались еще в период, когда вы оба использовали его как аргумент. Ну, то есть, я имею ввиду, вот, в споре с отцом с его. Вот. Чувство вины это ожидания, чувство вины это ответственность. Ну, и чувство вины это ряд ценностей, которые вы, в том числе, ему сейчас прививаете. Вот. Вот, в принципе, то основное, что я увидел. Значит, что делать? Ну, во-первых, при аудиагрессии, если она такая вот действительно сильная-сильная, да, вы своими силами, скорее всего, вы ему не поможете, ему нужен детский психолог, которым бы он на регулярной основе работал. Вот. Возможно, через игротерапию, возможно, через беседы, если он, как вы говорите, взрослый, не по годам, кстати, это тоже может на него очень давить. То есть, отсутствие детскости излишней. Вот. Ну, то есть, не излишней, а отсутствие детскости, детскости на том уровне, на котором она обычно бывает. Вот. С чем, кстати, может быть связано то, что у него нет друзей или проблемы с друзьями, из-за того, что, ну, вот он плохо ладится со своими ровесниками, или он чувствует себя не таким, как все, это тоже может мотивировать, э-э-э, вот, ну, мотивировать, э-э-э, чувствовать себя виноватым. Значит, это такой момент, который я хотел, хотел вам озвучить. Да? Далее, значит, отказ от правил, то есть, каких-то правил, ну, правил вообще лучше, правил сделать поменьше. Вот, больше, значит, взаимодействовать с мужчиной, с ребятами. Вот, сейчас я найду этот момент, где вы пишете так. Значит, так, ну, вот тут вы писали про монстра, сейчас я, наверное, это не найду, лучше, а, вот, значит, так, вот, вы пишете. Я думаю, это одноклассник, один друг, что с друзьями как бы проблем нет, тут вот нужно, опять же мужчина, нужно для того, чтобы научить, научить ребенка взаимодействовать с одноклассниками и мальчиками. Вот, и закрытая школа, к сожалению, это в большей степени социальная изоляция. То есть, это не научает, там, опять же, в какой-то школе правила. Правила создают чувство защищенности, но в то же время они, к сожалению, больше, ну, травмируют в реальной жизни. В реальной жизни появляется желание тоже эти правила вести везде, эм, ну, ставить. Далеко не всегда можно, эм, ну, как бы, следовать правилам. Вот. Поэтому здесь правил поменьше. Следующий момент. Давайте мы обратимся теперь к примерам, примерам, да, вот вы пишете пример. Значит, так. Возьму пример процесса делания уроков. Опять же, сказал, если вам на оценки, если вам оценки не важны, эм, почему вы взяли за пример учебу, уроки и самое главное, самое главное, спокойно прошел 10-20 минут сделать уроки, и потом еще раз здесь, значит, прошу, потом повышаю голос, потом кричу. Вот, собственно, это уже ваш момент. Почему вы кричите? Почему вы повышаете голос? Ну, не хочет ребят делать уроки? Пусть он не делает. Ну, что вы, вам же, вам же оценки не важны, как вы говорите. Здесь наблюдается противоречие. Смотрите, какая штука. Вот, значит, ну, то, что вы пишете, значит, далее всего поведения, эм, описанное выше. Ну, это понятно, да, классическая история. Ему не хватает какой-то вашей эмоциональности, он пытается вывести вас на эмоции, опять же. Вот, в смысле, не хватает ему недостатка, недостатка у него эмоций. Вот. Вот у вас, опять же, уровни есть в тексте. Ну, то есть, вот это я про это говорю. Вот. Теперь, значит, что касается истории с отцом. Вот, вы пишите, если на здоровье считаете социальное воспитание, про ошибку воспитания, применяю на практике, вплоть до выписывания правил воспитания. Вот это большая ошибка, потому что воспитание это больше интенсивность, чувство, контакт психологический с ребенком, но никак не правило. Значит, проблемы были, но я всегда работаю над этим. Как вам сказать? Знаете, проблемы всегда есть. Проблемы есть всегда. Проблемы есть везде. Проблемы есть у всех. Да? И важно не то, что есть проблемы, а то, что, как вы к ним относитесь. То есть, важно не сколько даже то, что вы работаете над ними, над проблемами, а то важно, как вы к ним относитесь. То есть, понимаете, если вы постоянно включены в решение проблем, как вы знаете, что у вас есть проблемы, но вы либо постоянно работаете над ними, то здесь создается такое ощущение, что проблемы вам нужны, вам нужны проблемы, чтобы чувствовать себя, ну, как-то лучше. Допустим. Вот. Я в этом, опять же, сейчас не уверен, потому что вы очень мало пишите на самом деле. Но, тем не менее. Вы даже вот свой текст написали очень так рафинированно. Прошлое, настоящее, там, и так далее. Вот. Значит, так, развод сыну было 3 года, делили ребенка до 7 лет. Ну, то есть, самый такой вот период. Соответственно, что было до 3 лет, когда основные характеристики ребенка закладываются? Большой вопрос. Значит, так. Сыну из-за сложности подросли, так, то есть, подавить, подавить свою стандарность. Значит, вы пишите всем известные психоанализы о замещении проблем партнера ребенком. Ну, здесь перешли на то, что у него отдельная комната. Вот. Сейчас он стал более спокойным. Так. Сейчас попросил нарисовать точку. Вот. Опять же. Попросил его какие-то картинки нарисовать. Доверяйте картинкам, при том, что ребят будет понимать, чего вы от него ждете, как бы. Именно вы. Так что, тут точно, мне кажется, излишний психологизм у вас присутствует. Слишком много психологизма в отношениях, это тоже перебор. Так. Значит, вы пишите, прислось на меня все. Не очень понятно, что вы имеете ввиду, и что значит, прислось. То, что сын спросил про отца, он несколько раз не знает, что он по нему не исключает. Он видит, как вы к нему относитесь, и я уверен, лишний раз не спрашивает. Так, значит, короче, квартира. Так, работа. Моя любимая позволяет уделять много времени сыну. Ну, опять же, как вы проводите время, большой вопрос, обеспечит ему хорошее обучение в новой закрытой школе. Так, ну, про закрытую школу я уже сказал. Значит, так. Ну, вот, про баллы, про деньги, то, что говорю. Так, хорошо. Тут, наверное, все. Мне кажется, вот, когда вы говорите, что он все сам себе покупает, это излишне. То есть, ну, в 9 лет все-таки еще можно, ну, не обязательно, например, сам себе все покупал. Значит, по фотографии, я не очень понял, зачем вы приложили фотографии, но могу сказать, что ребенок хочет быть хорошим, хочет сказать, а не быть. Вот, очень много у него, знаете, вот, желание угодить, возможно. Убравый он добрый, он добрый мальчик, верный, мягкий, вот, но, как бы, да, неуверенность, неуверенность в себе присутствует, присутствует, да. У нас, знаете, такой момент, что он пытается быть привязанным кому-то. Я уверен, что, как бы, он, ну, к вам очень сильно привязан. Вот, вот, в принципе, в принципе так, в принципе так. То есть, у вас вот превалирует интеллект над эмоциями. Вот, опять же, вы говорите, что ты лучше спроси, как мне лучше сделать, что я сделал не так, да. Вы мотивируете ребенка на интеллектуальный аспект, а чувство игнорируете его. Вот. Вот, в принципе, наверное, то, что я хотел, то, что можно вам сказать. Кто-то мой на вам ответ. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Ребенка вам от этих проблем не избавить, в том прямом смысле этого слова, да. Потому что, в первую очередь, у меня свое отношение, свое поведение. Вот, если в начале вы пишите, что, понимаете, что нужно лечить не ребенка, а себя, а потом вы пишите, что, типа, помогите мне ребенка избавить от виноватых. Вот. Какие способы еще есть? То есть, не так работают. Дело не у способы. Вы просто будете способы перебирать. И вам и ребенку нужен психолог. И вам и ребенку нужен психолог, ребенку нужен детский психолог. Вам это ответственность свой. Я не знаю, насколько вы работаете с психологом или нет, но психолог нужен. Хотя бы, вот, по тем проблемам, почему вы кричите, вы трали эти правила. Вводите денежную систему, как у вас с мужчиной, да. То есть, ну, по сути, значит, вы не замужем. Вот. Это тоже такой достаточно важный момент. И необходимо понимать границы. То есть, вы не можете вырастить ребенка, вы не можете вырастить мужчину, потому что вы не мужчина, вы женщина. Мужчина может вырастить мужчина. Ребенку нужен пример. Понимаете? То есть, вы, как женщина, имеете определенные ограничения. В принципе. Да? Как женщина, вы имеете прямые ограничения. Вы имеете ограничения. Он понимает, как бы, вот, он понимает, ребенок ваш понимает интуитивно, что, ну, что желательно быть, как бы, хорошим. Что желательно быть, ну, допустим, да, желательно быть, там, вежливым, там, ну, каким-то еще. Ребенок это понимает. Но он не знает, как это сделать. То есть, у него есть отец, который вел себя плохо. Откровенно, да? Он понимает, что так он не хочет вести себя. Но он не знает, как по-другому показать, что он не такой. Что он хороший. Возможно, он слишком, вот, такой, знаете, слишком правильный, слишком, такой, вот, воспитанный, слишком культурный. И вы говорите, что он рано подрослел. Вот. Знаете, какая штука, какая штука? Этому вы его научите. Нужен мужчина. Мужина. Авторитет. Для мальчика. Вот. Который показал бы как. Которым он мог бы поговорить чисто по мужски. Вот. Это не вы. У вас, как у матери, есть ограничения. Я прошу вас не забывать это. Я прошу вас помнить об этом. Потому что, есть ощущение, что вы к себе предъявляете очень высокие требования. И к нему, к своему сыну предъявляете требования тоже. Пусть не явно, да, пусть не явно, но вы это делаете. И это очень, тоже может давить на него. Я вам желаю всего вам самого доброго. Я желаю вам все-таки отказаться от перебора способов. И раскрыть себя более полно. И раскрыть своего ребенка. Вместе с этим более полно. Желаю вам больше эмоциональности. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. Спасибо за субтитры А. Вимуш. Продолжение следует...